И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и сегодня мы начнем прохождение игры Black Book. Черная книга, слияние карточной РПГ и классической переключенческой игры. В центре сюжета рассказы молодой колдуньи, борющейся за спасение своего погибшего возлюбленного. Мы погрузимся в загадочный мир русских сказок и русской северной мифологии, созданной отечественными разработчиками из Перми, и раскроем тайны, скрывающиеся во тьме. Друзья, игра буквально с первых минут пленила меня своей потрясающей атмосферой. Я поиграл буквально минут 15, но все же заставил себя остановиться. Я считаю, мы должны отправиться в это путешествие вместе. Устраивайтесь поудобнее, мы открываем черную книгу. Жила нечистая сила-то, жила. Да и до сих пор все это есть. Расскажу случай один. Давно это было, до революции еще. Тут, от чердани неподалеку. От бабки моей знаю. Воспитывал сироту, как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась за парня одного. Не помню уж, что там было. Да покончил парень-то с собой. Его за оградкой церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну, а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того, надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть семь печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Росты. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Да не дремалась, ждала я тебя, дожидалась, а ты не пришел. Да не сел на лавочку тесаную. Куда же ты собрался, милый мой? От родных до от лета теплого. Нет для тебя виду ни входу, ни выходу. Из-под сырой земли, матушки. До церковной оградушки-то даже нет, чтобы придержаться. Довольно. Не верю я, что сам ты с собою это сделал. Ничего. Ничего. У деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. Но другого выхода нет. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. Ты спи пока. Спи. А я скоро. С этого места, друзья, и начинается приключение нашей Василисы. Ну что ж, давайте немного осмотримся. Посмотрим, что тут есть. Здесь интересное передвижение по экрану. Можно кнопками, можно мышкой. В итоге появляются вот такие вот точки интереса. Можно подойти, посмотреть. Василиса даст некоторые комментарии. Вот, например, подойти к свечам. Она их потушит. Можно потушить, можно зажечь. Если мы посмотрим на могилу, то сможем узнать, что они на святой земле похоронили возлюбленного Василисы. Потому что самоубийц не хоронили на святой земле, и дорога им была только в ад. А он совершил именно самоубийство возлюбленной ее, но она думает, что что-то там нечисто, что-то замешано куда большее, чем просто его обычное какое-то там разочарование в жизни. И думает, что он не мог этого никак сделать. Нужно до Ростани добраться. Солнце уже иголки золотит. Ростань, друзья, это перекресток. Здесь вообще будет много таких вот старославянских слов, поэтому где-то я, что знаю, буду вам давать какие-то ремарки, где-то игра сама будет объяснять их. Ну, а где-то мы будем, как говорится, оставаться в неведении, и только лишь в комментариях сможем находить истину. Выходим далее. И вот этот момент, друзья, выхода на это поле, я, честно говоря, ахнул. Меня вообще атмосфера в этой игре прямо реально захватила. Находим вот такое вот растение интересное. Адамова голова. Эта трава помогает от легких ран. Нужная вещь на любом пути дороги. Восстановить пять. Единиц здоровья, видимо. Хорошо. Обязательно нужно здесь каждый уголочек осматривать, потому что можно находить травку, что-то полезное. Согласитесь, да, друзья? Вы знаете, чем запахло в воздухе? Ведьмаком. Прям очень-очень сильно. Вообще эту игру сравнивают как такой бюджетный ведьмак. Ну что ж, поиграем, посмотрим. Атмосфера в игре, друзья, просто потрясающая. Это я вам говорю со всей уверенностью. Здесь у нас еще немножко травки, прикрыш, трава. Люди, сведущие в чарованиях, защищаются этой травой от разной порчи. Хорошо. Чучело, как будто Вильгорд охраняет. Или Бильгорд. Там у нас деревня, да? Мне на Ростынь надо. Нечего мне в селе делать. Ну что ж, сходим на твой перекресток. Здесь поле. Давайте посмотрим, что про поле нам расскажут. Весна в этом году заладилась. Хорошо. И, собственно, давайте отправляться на Ростынь. Но, по-моему, здесь вот есть еще один цветочек, мне кажется. А, к сожалению, мы до него дойти не можем. Ну что ж, отправляемся дальше. Пролог, как в колдуны посвящают. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую Ростынь, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло. Хорошо. Наша задача сейчас осмотреться вокруг и кое-что найти. Но, смотрите, в диалоге у нас есть текст, который выделен цветом. Давайте посмотрим, что бы это значило. Дед Егор. Егор воспитывал вас с тех пор, как погибли ваши родители. Он обучил вас основам колдовского дела. Вначале, друзья, в начальном ролике, когда нам рассказывали, что здесь произошло, Егора назвали знающим. Знающим не потому, что он умный мужик, а знающие, друзья, это аналог ведьм, колдунов и так далее. Их называли знатками или знающими. Давайте немного осмотримся вокруг. Собственно, сам дед Егор. Давайте подойдем к нему. Где ты там виляш-то? Полночь уж скоро. Вон к верстовому столбу сходи. Я там все для обряда подготовил. Свечи неси. Круг очертить время подошло. Хорошо, дедушка, хорошо. Сейчас мы все с вами сделаем. Старые какие-то кресты. Давно, видать, народ тут схоронили. Немножко побегаем, соберем травку. Снова Адамова голова. Пригодится нам восстанавливать отнятое здоровье. Бои здесь тоже, друзья, интересные. Здесь бои в виде карточных игр. Что-то вроде бы гвинта, что-то вроде бы хардстон, да? Ну, как бы всем знакомые карточные игры. Я поигрывал во все, скорее всего, но на канале не было ни одной. Ну что ж, с почином у нас есть одна карточная игра. Теперь. Я ее пройду, наверное, даже несмотря на просмотры. Потому что атмосфера безумно потрясающая, друзья. Что будет дальше происходить, это просто бомба. Значит, мы с вами заберем сейчас свечи для обряда. Старые наговоренные свечи деда Егора позволяют очертить круги, защищающие от нечистого. Накладывает три брони в первом ходу. Хорошо. До Чердани 16 верст, до Соликамска 102 версты, до Нараба 21 верста. Нараба, прошу прощения. В принципе, все, друзья. Но перед тем, как мы с вами сейчас начнем основное действие, а оно будет эпичным и очень интересным, давайте мы немножко пробежимся здесь по интерфейсу. Посмотрим, что у нас имеется. У нас имеется карта. У нас имеется черная книга, которая пока еще нам не доступна. Это как раз будут наши карты будущие, так называемые слова. Здесь это приказы, слова и прочее. Далее. У нас здесь есть умения. Причем веток умения очень много. Нереально много, плюс каждая прокачивается. И все здесь, смотрите, такое, да, стилизовано под... Такие старые какие-то мифы, видимо, да. Какой-то рогатый череп. Свитки. Три святых каких-то, да. Блин, круто, очень круто. Атмосфера прям пробирающая до мурашек, на самом деле, если честно. Черти. Какой-то четырехрукий черт, да, интересно. Ладно, до всего этого доберемся, но меня интересует немножечко другое. Смотрите, здесь есть закладка «Именно слов» называется. И можно читать здесь кое-что интересное. Например, «Былички» о том, как мельница встала. Давайте прочитаем. «Жил он с деревней мужик святки. Вот рассказывал, как у них мельник должен подношение делать шишиги, не то механизм остановит. Отдавал он часть муки, зерна и крошек хлебных. А тут запамятовал, ничего не дал. И встала мельница. Заглянул внутрь, а там шишига на шестерне сидит и пальчиком грозит ему. Потом раз – и пропало вмиг. Собрал мельник табаку и в полночь насыпал его по углам. Пошла мельница, и шишига вредничать перестала». Посвящение в колдуны. Колдовство ремесло не из простых. «Много надо страхов испытать, прежде чем колдуном заделаешься. Рассказывают-то многое. Вот решил мужик соседу насолить за то, что межук радом перенес. Пошел колдуну и молдит, дай мне чертенка соседа спортить. А тот ему так-то запросто не получится. Вот сделаешь и как расскажу, многое знать будешь. А это полночь, в баню идти надо бы на. Собрался с духом мужик, взял ружо, крестик свой. В бане-то страшно. Зарядил ружо крестиком и пальнул в каменку. «Вылезла тут собака огненная пестрая. Хайло свое распахнуло. Тудой лезть надо. Чуть со страху не перекрестился мужик. Да вспомнил, что руку зато отрежут». Это у нас только лишь первая часть. Заметки посвящения в колдуны. Мы обязательно с вами прочитаем и все остальное. Вообще будем читать здесь все, друзья. Не знаю, сколько будет просмотров. Честно говоря, плевать. Потому что эту игру хочу пройти для себя. Атмосфера совершенно фантастическая. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Черденский уезд. Черденский уезд располагается в северной части Пермской губернии. Здесь финно-угорские верования соприкоснулись с христианством и образовали удивительный культурный сплав. Именно через Чердень шел первый путь не из варягов в греки, а из старушки Европы в новую для европейцев часть света Азию. Поэтому каждая река, речка и ручеек, холм или гора, деревня или древнее поселение – часть истории не только края, но и Европы и Азии. Посвящение в колдуны. Как в любом посвящении неофитов, колдун обязательно должен пролезть через пасть зверя на ростоне или в другом месте на стыке двух миров. Чаще всего посвящение проходило в бане, поэтому зверь нередко представляется в облике огненной собаки, вылезающей из печи. В традициях разных народов неофит должен был пройти через пасть тотемного предка. Интересно, что в Чердене этот обряд отчасти сохранился. В контактной зоне коми и русских колдун пролезает через пасть белого лебедя, глухаря, щуки, ящера, медведя. Это тотемные предки коми-пермяков, что нашло отражение в бляхах, подвесках и амулетах пермского звериного стиля. Ростань. Ростань – распутье или перекресток дорог – одно из ключевых пространств для перехода в мир неживых. Это пограничное место, через которое можно попасть в иной мир. Не случайно в сказках герой останавливается у камня на распутье. Ему надо выбрать дорогу, понять, куда идти. Характерно, что любая выбранная дорога ведет человека в мир неживых, в тридевятое царство, где ему предстоит бой со змеем или кощеем о воплощении мира мертвых и трудные испытания. Да, друзья, кто смотрел сериал «Сверхъестественное», значит, что на перекрестках совершается вызов демона-перекрестка так называемого. Ну что ж, давайте мы с вами тоже одного такого вызовем. Ну, молодец, Василиса. Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрывов не оставляй. Не то задавит нас нечистой. Очертилась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну, поздно теперь сумлеваться. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну, давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Ишь ты! Экое силище ты из книги вылетела. Печать открыта. Что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь слова говори, что учили. Ой, дед. Боязно мне как-то. Не знаю, смогу ли. Ты, Вася, давай, не сумлевайся. Коли сбежишь, задавят. То, что книга так всполохнула, это хорошо. Знаю, что не заробеешь. Встану не перекрестясь. Да пойду на Ростынь. На Ростынь очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы молодцы. Купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не разменный. Да не колпак красный. А дайте разумение черное, да зрение острое. Как сказала, так и будет. Слово камень. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Пришло время сплести первые заговоры. Добро пожаловать в ваше первое сражение. Каждое сражение состоит из ходов. Сначала ходите вы, потом нечисть по очереди. Вы побеждаете, когда уничтожаете всю нечисть, то есть лишаете ее всего здоровья. Хорошо. Эта черная книга, в ней содержатся все ваши заговоры. Попробуйте использовать колдовское слово под названием УРАЗЫ. Нажмите кнопку завершения хода, чтобы прочитать заговор. Ну что ж, давайте попробуем применить первое слово УРАЗЫ. Так, как это работает? Вот так, хорошо. И завершаем ход. Слово, которое вы прочитали в прошлом ходу, изменилось. Книга меняет прочтенные слова на следующий ход. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Защита предотвратит урон, но исчезнет в начале следующего хода. Прочитайте слово АВДЕЛАЙ с эффектом защиты. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. А теперь давай-ка составь полный заговор. Вы можете составить заговор из нескольких слов. Хорошо. Давайте посмотрим, что нужно для этого сделать. Сейчас вы можете прочесть три слова, о чем говорят пустые ячейки в верхней части экрана. Заговор состоит из приказов и ключей. Сейчас вы можете прочитать заговор, состоящий из двух приказов и одного ключа. Тип страницы «Приказ или ключ» отображен в ее верхней части. Так, хорошо. Смотрим. Два приказа и один ключ. Ну, скорее всего, это будет два слова УРАЗЫ и, возможно, РАБА, да, скорее всего. Потому что у нас почему-то вот этот не выбирается. Видимо, не хватает у нас количества очков хода, может быть, или что-то подобное. А, собственно, подождите. Это у нас относится к другой категории. Это как раз-таки относится к приказам. А ключ у нас всего лишь один. Чёрная книга помогает вам предугадывать, что задумал враг. А, он задумал атаковать меня, да, смотри-ка ты, хитрый какой. Внимательно изучайте намерения чертей и составляйте свой заговор так, чтобы нарушить их планы. Так, он атакует, да, значит, мы можем сделать как? Сперва наложить защиту Варахана или Вараханл. Не знаю, тяжело, такой шрифт как бы не совсем удобный для прочтения. Мы наложим одну защиту, да, и далее сделаем вот так вот. Это что у нас? Сколько у него здоровья? У него одна единичка здоровья, давайте. А, смотрите, нет, так не получается. Давайте попробуем тогда порчу наложить. Наносит три в начале хода, игнорируя броню. Отлично, нам подойдёт. И один ключик на себя. Хорошо. Да, он умрёт, не сделав ни одной атаки. И, друзья, открывается ворота. Врата в ад, друзья. Мы с вами отправляемся именно туда. Спасибо, дед Егор. Ну что ж, друзья, отправляемся в ад. А, неужели это ты, Василиса? Мне стоит тебя поздравить. Ведь первая печать открыта. Осталось лишь шесть. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Это совсем другой вопрос. Ты что за сатана? Как невежливо, Василиса. Теперь я твой главный помощник. Ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Мы ещё успеем познакомиться поближе. Так, хорошо. Познакомимся обязательно, но чёрт ты проклятый. В прямом смысле этого слова. Друзья, здесь даже есть несколько концовок, насколько я знаю. Есть вариант прохождения игры за добрую Василицу и злую Василицу. В общем, игра не так проста, как кажется. На графику вы вообще не смотрите. Графика здесь вещь такая. Тем более атмосфера здесь перебивает вообще качество графики в разы. Атмосфера здесь потрясающая. Тот самый случай, когда графика не решает вообще в игре ничего. А атмосфера просто бьёт все рекорды. Давайте спросим ещё немного про печати. Как мне печати открыть на книге-то? Разве ты не сможешь догадаться сама? Кажется, я уже разочарован в тебе. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может, скоро ты встретишь своего возлюбленного. Но кто достоин открыть сии печати? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Так, хорошо, и мы можем выбрать куда... Мы можем выбраться отсюда, хорошо. Давайте попробуем. Отпусти меня на свет, божий! О, не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Я нарекаю тебя векшицей. Ведьма, сколько чертей ты берёшь в услужение? Интересно, друзья, это не ли тот самый выбор, про который говорилось везде? Что игра имеет ещё и выбор? Давайте возьмём одного. Да, наверное. Хватит мне и одного беса в услужении. Меньше трёх не даём. Я выберу тебе лучших помощников из старых бесов Егора. А теперь ступай. Мы ещё встретимся, если ты сможешь открыть печати. Один говорит, мало, два много, а три в самый раз, да? Ну что ж, друзья, добро пожаловать в «Чёрная книга». Мы начинаем. Ну, очнулась. Уши рассвело, пока в себя приходило. Я тебя дотащил до дому. Понимаю, не просто это, в мире окаянного-то побывать. Повидалось с бесами. Дома мы? Будто всё во сне было. Окаянный векшицей меня сделал. Ну и славно. Я ж тебе говорил, давно бы колдуньей стала, так может... А, что теперь? Предание говорит, что желание за семью печатями. Я первую-то открыть не мог никогда. Вот, вторая печать. Осиновая. Как её открыть? Может быть, чёрт на рост-то не помог? Да, думаю, тут без нечисти не обойдёшься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить. Может, в других книгах что есть? Ты-то и сама теперь знаткая. Колдуньей стала, ишь чё? Знал, что не подведёшь меня. Уж и весть об этом по округе разлетелась. Верно, суседушки хозяевам нашептали. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар стал. Любовь-то мало. Остал быть и силой колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнёмся. Пока ты в себя приходил, я уже переговорил с большинством крестьян. Один вон остался. За дверью ждёт. Осмотрись сначала. На столе вон книга твоя лежит. Переплетать её будешь сама. Как учили. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый лютовать начал. Всё уяснила. А сам-то ты встречался с бесом этим? Я тоже ведь посвящён был в колдуны. И с чёртом тем виделся. Он мне бисей-то и передал. Да только печать-то первую открыть не мог. А ты только вот дотронулась, так она и открылась сразу. Видать, сила в тебе большая. Всё уяснила. Всё поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Может, и свезёт нам с печатями. Не стоит затягивать-то. Кто знает. Может, коли пройдут сороковину у парня твоего. Так всё. Не воротить его. Ну, с Богом. Так, хорошо. Мы только вылечку прочитаем с вами обязательно, потому что меня прям очень всё это будоражит. Я на таком каком-то подъёме эмоциональном нахожусь. Дед Егор. Посетители. Чёрная книга. Давайте посмотрим. Чёрную книгу заглянем. На этом экране вы можете менять состав колдовских слов в чёрной книге. В правой части экрана располагаются слова в текущем составе чёрной книги. В левой части экрана располагается хранилище доступных вам слов, которые не включены в текущий состав чёрной книги. Слова можно сортировать с помощью специальных фильтров. Недоступные сейчас слова вы можете получать в качестве награды за сражение или в результате выполнения заданий. Вы можете менять состав слов в книге. Для изготовления новых слов требуются рубли. В чёрной книге должен сохраниться минимум и максимум слов. Со временем вы откроете ещё больше слов, которые сейчас закрыты печатями чёрной книги. Менять состав чёрной книги вы можете в любое время, кроме сражения. Хорошо. Но пока меня всё устраивает. Я думаю, что нам этого набора должно хватить на любые наши нужды. Единственное, что давайте посмотрим. Может быть у нас есть что-то. Например, килла. Да? Значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. А, то есть можно... Ммм, прикольно. Можно, значит, бафать вот эту карту. Это аналог составления своей боевой колоды, так скажем, которой мы будем играть всё время. Да? Давайте ещё посмотрим, что у нас тут есть. Игла. Значение эффекта слова увеличивается за каждое другое слово. Угу. То есть это даёт нам, видимо, восстановление здоровья, да, единичку здоровья. В остальном у нас всё закрыто. Единственное, я взял бы, наверное, взял бы сейчас что? Кила. Правильно же считаю, наверное, да. Кила, скорее всего. Значит, у нас минимум 13, максимум 33. Давайте возьмём килла. Мы как-то можем... Ммм... А, у нас... Смотрите, да, у нас всего лишь 10 рублей. Получайте рубли, находя их во время своих путешествий или выполняя просьбы крестьян на рубли, вы можете покупать новые слова. Понятно, всё, пока не могу купить, потому что не хватает рубчиков. Ну, собственно, как всегда. Так, хорошо. Именно слов. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть посвящение в колдуны. Продолжение. Полез что-то делать-то. Только забрался, а там запастью столы понаставлены. И за ними вертлявые такие мелкие сидят. Говорит мужик, мне бы чертёнка одного соседа спортить. Объяснято вредничают. Меньше трёх не даём. Мужик уже в бане в ум пришёл. А с ним три чертёнка. Спокою не дают. Батя, назначь работу, мы кушать хотим. Дал одному кошку спортить, а тут вместо этого чертёнка сразу два. Так больше и больше становилось, пока совсем мужик не замаялся. Все уже в деревне порченные. Понятно. Я постараюсь читать, наверное, это всё по мере появления, чтобы целиком прочитывать всю вот эту заметку. Чтобы не было такого рваного повествования. Это у нас было продолжение, как мужик полез за чёртом в ад, да? А там узнал, что ему не дают. Оказывается, больше одного. Точнее, больше, меньше трёх, точнее, не дают. Так, секунду. Ещё кое-что вот здесь у нас с вами есть, да? А, свечи. Старые наговоренные свечи деда Егора позволяют чертить круги, защищающие от нечистого. Это мы с вами читали. Хорошо. Смотрим дальше. Смотрите, у нас есть посетитель один. Крестьяне приходят к вам за советом, с различными просьбами. Вы не можете отправиться в путь, пока не выслушаете их всех. И дед Егор, да? Снова на нём есть какой-то знак. Давайте поговорим. Хорошо знаткой-то быть. Али ещё что узнать хочешь? Так, про деда Егора. Давайте начнём сначала. Как ты сам-то колдуном стал, дедушка? Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего Евланьпия Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. А когда детворы состыли, особо и не разживёшься. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Вот родился и седьмой брат. Тимофеем назвали. Хороший был парень. Подрос он-то. Не углядел я за ним. Грех какой. Ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Знания на то и нужны. На то мы и бесей приручаем. Приглядывал я как-то за Тимофеем. Играли с ребятами. Да и надоел он мне. Сругался я на него по-по-страшному. Послал к лешему. Он и унес его. Так и не нашли Тимошку. Исчез. Ой, тяжело грехи носить, Вася. Ой, тяжело. Ой. Так и решил я, что колдуном стану. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Ну, а как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это былое вспоминать. С мое поживешь, поймешь. Как я теперь распознать-то смогу нечисть? Как увидеть мне ее? А никак. Побывала ты в мире нечистого. Сейчас и видеть все будешь. И делать ничего не надо. Да только тьма тебя теперь тоже видит. Ответ. Тебя будут преследовать демоны и духи. И, взглянув во тьму, ты взор ее на себе почуешь. Сильной будь. Держись. Наша эта доля. Сама путь свой протаряй. Как дом наш выстроили, дед? Так как? Давненько. Много тут народу жило. Ладно. Больше полсотни лет как выстроен. Все по обычаям. Ну, ты и сама их знаешь. А кто выстроил-то, и не помню. Ну, так это... Дед мой, наверное. Озвучка, конечно, шикарная. В игре классная. Студия Game Voice озвучивала. Которая озвучивает, так скажем, на общественных началах. Я не знаю, как бы, может быть, нанята была разработчиками конкретно. Может быть, по своей инициативе. Но от этой студии мы с вами еще проходили сабнатику с русской озвучкой. И вообще, много они игр переозвучивают. Интересно. Спасибо ребятам огромное за озвучку. Ну, а нам пора идти. Пойду уж, дед. После поговорим. У нас есть еще одна запись, друзья. Да-да-да, мы ее обязательно прочитаем. Давайте зайдем в энциклопедию и посмотрим. Изба. Один из символов жизни человека в средних широтах. В лесах, лесостепи, по берегам рек. Обычно она складывается из бревен хвойных пород. А в степи возможен вариант из березы. Несмотря на то, что это дерево для строительства обычно не используется. Зодчество было ритуальным. Под красный угол первого венца подкладывали монеты и другие жертвования. Духу будущего дома. Расположение печи и отдельных предметов диктовалось традицией. Так, красный угол должен располагаться по диагонали напротив печи. Слушайте, интересно, черт возьми, какая игра кайфовая. Сколько всего можно узнать здесь. Ну и настало время поговорить с посетителем. Давайте пообщаемся. Кто же это такой? Какой-то седобородый дедушка. Вот помощь, Егор Евлампович Василиса Федоровна. Помогай, Господь, Федор Аркадьевич. Вот с гостинцем я намолол муки. Что ходить вокруг да около. Как есть, так и расскажу. Чего-то неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать. Вышибка знатки. Так, чего делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной? Крестьяне, духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в колдовских делах. Ведь не зря вы стали знаткой. Конечно же не зря. Если вы правильно ответите на вопрос знаткости, вас ждет награда опыт. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. А нарисован здесь зуб, да, кажется. Ну или что-то похожее. Так, нечистая сила разбойники. Что может быть причиной? Ну, очевидно, скорее всего, нечистая сила, да. Странные звуки, явилась тень. Может быть это шишига? Шишига, друзья, это не только грузовик. Да, это еще и персонаж как раз таки северной мифологии. Это что-то типа лешего на северный лад. Чтобы узнать правильный ответ, вам необходимо внимательно изучать окружение и именно слов, в которые вы можете заглянуть в любой момент из меню. А мы с вами его изучили и знаем, что это шишига. Теперь мы в этом наверняка уверены. Также вы можете воспользоваться подсказкой, нажав на кнопку знаткости, и при этом вы получите только половину опыта. Но мы ответим, нечистая сила. Че ночами ты мелишь? У тебя бесяки чудятся. Иисусе Христе! Ну так, а как жерновато крутится? Не от ветра же, сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так че делать-то теперь? Я когда ветрянец устроил, все по чину сделал. Помогите, а! Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. Да уж не лопатками возьмем. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам этот бес с книжным делом поможет. Сама понимаешь. Так ладно, смотрю, что с чертями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. У него там на мельнице хозяин не лешает черт какой-то. Сама иди, без меня справишься. А я поизучаю печати эти. Ну, а чтобы не так туго было, вот тебе трава, а дамова голова. Подлечься, коли что. Давай-ка котомся. Нечистой сил сама себя не выловит. Ну что, все вразумел или что спросить хочешь? А как голову-то ту использовать? Ну, это просто. В бою ее бросишь, да к она тебе раны и подлечит. Где найти эту мельницу? Так что, это, помнишь, на севере от Вильгарта мельница стоит? Еще про нее говорили, что блазнит по ночам. Так? Вот туда и иди. А к рассвету домой возвращайся. Тут тоже дел нас полно. Ясно все, дед. Путь пора. На завтра свидимся. А, погоди. Погоди, вот еще что. У меня один бес в кушево улетел. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, палать. Подзаработаешь опять же. Хорошо, дедушка. Классно. Слушайте, озвучка прям просто душевнейшая. Вообще обалденная. Вы находитесь на карте путешествий. Каждую ночь места на ней будут меняться. Отправиться в дорогу вы сможете только после того, как выслушаете всех просителей. И мы с вами обязательно их всех выслушаем. Вы можете посещать любые доступные места, однако ваше здоровье восстановится само собой только после выполнения заданий и возвращения в избу. Ваша цель посетить место выполнения основного задания. Тем не менее, вы не можете перейти в него, пока не посетите все прочие места на пути. И это круто, черт возьми. Мы с вами пойдем сейчас к основному заданию, но будем идти долго, видимо. Игра сохраняется при каждой смене места. Также вы можете сохраниться вручную, при этом игра запишет прогресс на момент попадания в новое место. Так, открыть основную карту можно, нажав на название текущего места Чердынь. Хорошо. Желаем удачи в исследовании северных земель Чердынского уезда. Хотя вот Чердынского хочется сказать, да, он по идее Чердынский. Если Чердынь, то Чердынский, наверное, хотя может быть ударение здесь и плавающее. Хорошо. Основное задание – разобраться с чертями мельника. По словам вашего посетителя, черти перестали вращать жернова и портят мельницу. Вы решили проведать нечистого и наставить бесов на путь истинный. Заглянуть в деревню Кушево. Блин, можно пройти до сюда, а потом к основному заданию. Былички и энциклопедии, ценности. Давайте, наверное, не по основному заданию пойдем, потому что по нему идти долго. Давайте мы с вами сходим в усадьбу Могилевского, а там и до деревни Кушево выполним задание деда сперва. Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Васька, стой, дело есть. Тихо только, шепотом давай. У меня соседка, баба одна, так у нее заловка всю плешь мне проела. Ты давай-ка спорть ее по-быстрому. Ну там, кило или что, такое не сильное. А у меня гостиниц тебе есть. Ммм, смотрите, да? Сглазить самого крестьянина. Интересно. Вот он, оказывается, выбор. Привет, ведьмак. Блин, я никак не думал, что меня тут же прям подловит этот выбор, черт возьми, моральный. Ну давайте, ладно, согласимся, да? Но посмотрим, будем ли мы выполнять. По идее, от выбора Василисы, конечно, зависит многое в конце игры. Насколько я знаю. Ладно уж, сделаю. Раз пухнет завтра, вот увидишь. Вы шепчете простейшую порчу и забираете заслуженное вознаграждение. Вот как это происходит, чертово сми. Вы только что впервые согрешили. Говорят, судьба колдунов гореть в пекле без права на прощение. Друзья, гореть нам в пекле с вами без права на прощение. Вы можете сами решать исход некоторых событий в игре. В зависимости от вашего выбора вы будете менять показатель грехов. У нас первый грех. Ну что ж, да, количество ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможные концовки игры. Говорят, на левом плече у каждого человека седьбес, а на правом ангел. Кого слушать, решать вам. Так, а все что ли? Мы с вами здесь все сделали, да, получается? Нам даже походить не дали? Побродить нигде? М-м-м. Подождите, а как если мы выйдем? Нет. Нет, нам не дали, да, походить, побродить нигде совершенно. Ну ладно, тогда давайте двигаться дальше. Деревня Кушево. Небольшая деревушка к западу от Колвы. Я там бывал, и несколько раз коров ладили. Дед Егор отправил сюда своего беса на работу. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки. Кто-то ворочает скамейки. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. В доме всё кувырком. Враг у нас пробрался. Так и блазнит, вержится. Всех перепугал. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Ммм, интересно, но нам бы желательно... Подождите, подождите, мы сейчас ответим на этот вопрос. Давайте зайдём в энциклопедию. Ритуальное поведение. Ритуал, закреплённое обычаем поведения, неразрывно связан с мифологией. Порой кажется, что одно событие, следующее за другим, является его причиной. Например, несчастье, произошедшее после того, как крестьянин забыл перекреститься, считается наказанием за несоблюдение ритуала. Отсюда и различные поверья. Посуда, которую не закрыли на ночь или не перекрестили, становится пристанищем нечистой силы. Больного или подменённого ребёнка необходимо перебросить через порог, где живёт дух, которого заманили убитым петухом при постройке. Со временем причина забывается и остаётся лишь ритуал. Отсюда мы с вами можем узнать, что посуду нужно закрывать, да, или перекрестить. Давайте попробуем ответить на вопрос, забыли затворить окна, забыли закрестить посуду. Ты закрестили самовар-то на ночь? Ох, и верно, не закрестил никто. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Шибко ты знаткая, Вася. Ты уж помоги нам, не оставляй в беде. Так чё, ладно, помогу уж вам. Негоже на улице ночевать. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. Вы входите внутрь избы. Вокруг всё вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете ещё несколько осторожных шагов внутрь. Так, сразу можно начать сражение с чертями, но давайте мы для начала осмотрим избу. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Угу, красный угол, подождите, подождите, давайте прочитаем про него. А это где у нас? Красный угол. Красный угол в избе, одно из самых значимых магических мест наряду с печью. Располагался он в правом от дверей углу, даже в некоторых жилищах русского севера, где крыльцо строилось не с угла, а по центру дома. Скорее всего, именно в этом углу когда-то ставили идолы предков. После принятия христианства же в нем начали размещать иконы, а под ним всегда горела лампада. Именно в этом углу стоял стол, еще один из центров избы. Стол, престол, место старшего. Во главе стола под божицей садится старший в семье. Во время праздников именно он распоряжался застольем. Тело умершего хозяина дома клали перед похоронами на стол головой к красному углу. При входе в избу гость всегда крестился именно в красный угол, даже если там не было икон. Другое название красного угла – божица. Хорошо. А здесь у нас что, вещи какие-то, да? А, вещи – это наша трава. Все, понятно. Я думаю, светится, а ничего нет. Хорошо. Подойдем к самовару, посмотрим. Приближайтесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. Готовься к бою. Черт, проклятый. Черт из самовара. Причем их даже два, смотрите. Он прям реально в самоваре сидит, жизнь. Ну-ка вылезай. Гад такой. Значит, смотрите, у нас три, да, есть. Можем нанести два удара и сделать себе защиту. Так, порча. Давайте сделаем уразы. Интересно, как менять? А, вот мы будем... Ммм, так, секунду. Смотрите, да, то есть по нему бить невыгодно. Коготь. Это он как раз-таки на нас нацелил, да? Тогда, тогда. Сколько он ударит? Он ударит нам три, да? Давайте мы возьмем вот так. Потом сделаем уразы. Блин, так будет много защиты. Ну ладно. А, на кого сделаем, да? Ну давайте вот этого. Он самый жирный. А этого с броней пока побережем. Давайте его и рабу на себя еще. Так, отлично. Скорчить. Наносит три единицы в начале хода, игнорируя броню. Отлично, отлично. Вот это мы сейчас, может быть, на мелкого кинем, да? Но для начала нужно на себя Авдилай сделать. Хорошо. Правильно же читаю он. Защита заговора равно пяти броне. Авдилай, да? Да. Так, дальше мы с вами сделаем порчу. На вот этого давайте. Вы только что добавили в заговор слово, содержащее статусный эффект. Статусные эффекты, как правило, уменьшают свое значение каждый ход. Старайтесь выбрать правильный момент и верное положение в заговоре словами со статусным эффектом. А я правильно выбрал? Ну, наверное. Подожди, мы можем убрать? Да, я все выбрал правильно. Как раз нам и подходит. Хорошо. Так, и на себя, наверное, еще брони наложим, да? Мы пробьем его сквозь броню. Так, хорошо. Хорошо. Игла, но нам пока нечего лечить. Он задумал ударить, да? На три. Ну, мы можем, наверное, смотрите, да? Давайте вот это сделаем потом. Да, потом сделаем нам вот этого у разы и... А, на Авдилайн нам уже не хватает, да, смотрите. Игла? Блин, нет, наверное. Нам сейчас невыгодно ее применять, потому что у нас броня. Но мы можем еще раз ударить, в принципе. А, это же ключ, точно. Руда, это ключ. Сто процентов. Давайте, лупим. А у самого-то у тебя броня слезла, да? Сейчас мы тебя будем добивать. А, нет, у него по-прежнему висит. Нет, это не броня его, все верно. Это же его мысли, то есть он будет колдовать на своего основного большого черта, будет колдовать броню. Хорошо. Мы тогда его постараемся добить с вами. Плюс на нем еще и порча. Может быть, так получится, что он ляжет. А вот как раз-таки сейчас, да, мы можем с вами применить на себя восстановление. Значит, давайте повесим броню. Потом мы с вами сделаем вот так. И потом сделаем вот так. Все. Этого минус нуля, отлично. Осталось разобраться только с тобой, рогатый гад. Так, можем сделать порчу и у разы, да? Да, давайте так и сделаем. Одну порчу, у разы и на себя броню. Он ударит на 5, да? Он ударит на 5, но мы защитимся. Да, защитимся на 3. И со следующего хода мы его спокойно забираем. Я думаю так. То есть он, по идее, умрет, да? Умрет и без того. То есть мы ударим на 1. Давайте вот так вот. И вот так вот сделаем. Я думаю, что ему должно хватить. И сейчас он во время хода должен умереть. Все, отлично. Грыжа. Атака 2, лютая 2. Увеличивает свой урон на 2 после каждого применения на всех словах с этим же названием. Ааа, прикольно, смотри. Во имя отца слово остается в заговоре 1 ход и оказывает влияние на другие слова, например, складные. Увеличивает защиту на 3 в начале хода. Егорий Батюшка. Складное благословение. Увеличивает атаку на 3. Шикарно, шикарно. Это то, что нужно. А нам нужно что-то одно выбрать, да? Я бы взял вот это тогда, наверное. Да, я бы взял вот это. 125 опыта, 3 рубля. Отлично. Кстати, как здорово здесь реализовано получение рублей. То молочко кто-то дал, то муки принес в гостинце, да? Здорово, классно. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Отлично. А давайте с вами вот сюда еще сгоняем. Хочется на самом деле, друзья, хотя время... А, нам нужно идти вот так вот, да, получается. Нет, можно сразу встарить сюда, пойти, потому что у нас все открыто. Хочется еще. Не хочется на самом деле уходить пока что. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Подойти ближе, обойти стороной, ни в коем случае. Ни в коем случае очертить круг. Вы быстро очерчиваете круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, затем еще одно. Наконец, перед вами является демон и бросается на защитный барьер. 20 здоровья. Слушай, а ты жирный, однако, парень. Так, ну тогда у разы... Хорошо бы порчу сразу наложить, но пока не имеем такой возможности. Давайте тогда... У разы... Вот это и вот это. Поехали. А что интересно, друзья, заметьте, у нас здоровье отнято, да? Сколько нам восстановит? 5. Рано применять пока еще эта броня. Пока рано применять. Значит, давайте накладываем порчу. Увеличит атаку на 2. Ммм, прибережем. Не в этот ход. Не в этот ход. Сейчас мы наложим порчу. Вот так и вот так. Забафаемся на защиту. Здорово. Хотя слишком много, наверное. 8. Зачем? Он же снимет только 3, да, получается. А пропадет вся, да. Полностью вся защита исчезает. Нужно, на самом деле, не набафоваться полностью. А, батюшка Егорий, смотрите, увеличивается на 3. А у нас появилось что-нибудь? Да, смотри, сейчас можно жахнуть знатно ему по щам. Давайте, знаете, как сделаем. Это даст нам брони немного, да? Он задумал атаку на 5. Мы можем вот это наложить. Ну-ка, мы его не выключим сейчас, интересно. А, смотри, да. Да, нам нужен ключ. Тогда ладно, я, в принципе, не знаю. Давайте не так. Хочу бафнуться, на самом деле. Атаку на 2, а здесь атаку на 3. Давайте вот это. Ну, немножко от него втерплю, но это не страшно, я думаю. Смотри, сейчас жахну ему по щам. На, 8. И, по идее, Порча сейчас его должна. А ну-ка. А, нет, 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 нет. Не добивает его полностью. Ну, ладно, не страшно. В принципе, мы с вами сейчас что? Порча его заберет в конце хода. Он не успеет ничего нам сделать. Мы можем с вами... Восстановить себе одно здоровье. Было бы несколько игл, сейчас бы забафал бы себя иглами. Давайте вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Кстати, если мы примем траву, это будет 14, да? И плюс 1. А, это уже будет перебор. Это уже будет перебор. Все равно же сдохнет, да? Черт, а все равно сдохнет, да? Какая разница? Давайте так. Ничего не будем ему делать. Пускай смотрит и завидует. Нашей силе лютой. Готов. Спекся малый. Так, смотрите. Нава. Слово, которое останется в заговоре. Влияние на другие. А, останется в заговоре? Слушай. Прикольно. Слово, которое в заговоре 3 хода, оказывает влияние на другие слова. Вот это хочу. Вот это хотел купить, но сейчас нам это дают. Но на самом деле я бы вот это взял. Сколько остается 1 ход? То есть, по идее, мы с вами сможем эту карту применить. Дважды, да? А если забафаемся, еще здорово. Давайте возьмем. Вот это интересная карта. Так, хорошо. Смотрите. Камгортская роща. Заглянем, друзья? Давайте. Здесь мы побывали, здесь побывали. Старица. Давайте в рощу заглянем. Сосновая роща к северу от Камгорта. Осенью тут грибов, видимо-невидимо. Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. Что-то, мне кажется, не все тут так чисто, как кажется на первый взгляд. Поприветствовать беднячку. Ну подадим, а че, нам не жалко? Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Возьми вот эту вот траву целебную. Так, ну и отлично. Слушайте, а как бы нам это, как бы нам посмотреть? Вот эту вот местность, походить по ней, никак нельзя получается, что ли, да? Где-то быличка еще у нас остается. Энциклопедия две из трех. И грехи один. Я думал, сейчас грешок это самое. Да, сможем отмолить. Подадим старушке. Но нет, не получилось. Лес у Бигичей. Через реку Колву от деревни Бигичи расположился старый лес. У этой чаще есть свой хозяин. У любого леса есть. Давайте с ним познакомимся. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Исказить грамоту? Ну это же грех очередной, скорее всего, забрать подношение. А может быть, исказить здесь как-то другой какой-то смысл имеет? Все-таки слова старые, может быть, трактовались в те времена по-другому. Блин, а вот интересно, а вот это или это, это грех? Собрать подношение. Ну, допустим. Вы собираете гостинцы. Подумав, вы решаете оставить грамоту. Вероятно, леший будет помогать с выпасом скота. Но вряд ли будет это делать так жирьяно, как если бы он был задобрен жертвой. Меня смутило слово исказить грамоту, черт бы ее побрал. Что значит исказить? Подождите, а можно нам как-то это, загрузить игру? Давайте попробуем вот это загрузить, интересно все-таки. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Ну, давайте исказим грамоту, например. Хотя мы можем же просто уйти, по идее, да? Вы составляете новую грамоту. Теперь леший будет помогать крестьянам из Вильгарта. Уж лучше пусть нечистая сила помогает вашему селу, чем жителям этих Бигичей. Да меня и такой расклад не устраивает, черт возьми. Тут грех на грехе, друзья, на самом деле вылетает. Подожди, а если мы просто, просто это самое, просто ничего не будем делать, да? Я думал, может бой будет. Интересно было бы попробовать, но получается, что нет, да? У лесной опушки белеет полотенце на старом. Да-да-да, мы это уже видели, давайте просто уйдем. Вы решили не трогать жертву, предназначенную лешему. Это дела крестьян из Бигичей, в которые не стоит вмешиваться. Вот так вот, видите, да? То есть мы с вами решили не вмешиваться в это во все. Овраг Пенишерской. Давайте посмотрим. Про этот овраг молва идет среди черденских травниц. Говорят, там можно с наговорами добрых трав набрать. Если, конечно, собиратель знаток. Давайте заглянем. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змея-то еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удачи, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать-змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачно. Видны только четыре расположенных крестиком листа. Вам повезло получить разрыв траву, открывающую замки и преграды. Вот, как, смотрите, интересно, новый предмет. Взять траву. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Видал я разрыв траву раза два. Захлопнули дверь-то, так знатка и пришел, отворял разрыв травой этой. Замки открывает. Уничтожить броню у противника. Ммм, полезно. Полезно. Так, что у нас здесь? Качево озеро. На левом берегу Калвы образовалось изогнутое озеро. Говорят, в том году в нем было два утопленника. Значит, ночью тут небезопасно. На косогоре возле Качево озера вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганых движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Но мы явно не будем обходить стороной пока что. Мы с вами подойдем ближе. Дальше шаг, как нечисть вас замечает. В мгновение ока перед вами оказываются два демона. Ну что уж, давайте сразимся. Интересно, 20 здоровья, 13 здоровья. Один ударит на 6. У нас с вами уже 3 есть. Но нам нужно еще что-то. Так, 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 сейчас подумаем. В совокупности они ударят на 8. Значит, нам нужно... А, у нас не получится защититься полностью от них, да? Ну тогда хотя бы вот это возьмем. У разы много, да, у нас? Мы ударим вот этого, да? Давайте, ладно, добьем мелкого. Если что, подхилимся травой. Да, минус 2 в итоге у нас получилось. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать. Руда. Да, видите, остается еще на один ход. Отлично. Два урона нанесет. Мы можем его... Да, мы можем выбить сразу малого полностью. А, мы с вами можем делать больше, смотрите. Нет, не больше. То есть эта карта осталась, но у нас также возможность есть делать заговор из трех слов. Тогда... Тогда да, мы выбьем вот этого. Урон 7 стал. Ну придется, наверное... Да, придется, наверное, сделать вот так. 3, потом 4. На 7. Главное нам его убрать. Так, сейчас мы сделаем с вами еще... Ммм... Да, слышите, как-то не получается терпеть, не охота от него, на самом деле. Давайте вот это. Давайте вот это. Да, минус 1 сделает. Хорошо. Так терпимо, вполне. У него в итоге 20, да? Нужно его как-то выбить. Красиво. Давайте увеличиваем атаку себе. Потом уразы. Да, он на 3 ударит, мы защитимся. 5. И давай. Бам, минус 9. Отлично. И защиту положим. Хорошо. Ничего нам не сделал. Атака 4 у нас сохранилась. Он ударит на 4, да? Мы защитимся, наложим порчу и один раз ударим. Минус 6. Хорошо. Со следующего хода мы его убиваем, я думаю. Либо порча его убьет. Ну, лучше мы его добьем, как бы, без разницы. Карты у нас все равно бесконечные. А, смотри, добьем. А сколько у нас игл есть? У нас одна игла только, да? Ну, порча его, по идее, убьет. Но он пробьет на 6 меня. Но мы можем защититься. А, хотя как можем? Нет, можем. В принципе, да? Смотрите. 1. 1, 2, 3. И восстановим до конца здоровье. Отлично, отлично. То, что нужно. А ну, умри. Красиво. Молодец. Молодец. Все правильно сделал. Крепче камня. Всем противникам. Крепкое. Слово остается в заговоре. А, один всем противникам. Слушай, неплохо. Вот это что такое? Ключ. Язык. Не тратит скорочтение. Непонятно. Не знаю пока. Бабушка Серафимушка. Увеличивает количество ключей в книге. В следующем. А, слушай. Блин, полезная тема. Надо взять ее. Так, 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 друзья. Ну что ж. Давайте, наверное, идем дальше. А что делать? У реки Низовки. Эта река пересекает Полюдов Кряж. Мне в Покче-то как-то рассказывали, что это слезы Полюдовы. Думаю, врут они. Это все. Не знаю. Мне пока многое незнакомо здесь. Многие слова. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами словно тень пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Последовать за собой, да, можем. Давайте. Интересно. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Чертов палец. Черти меняют свои когти, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. Ну, чертов палец, конечно, друзья. Все мы его знаем. Особенно более-менее старое поколение, да? Ну, как старые, взрослые, так скажем, да? Знают чертов палец в песке. Мы с вами много их находили в детстве. Четыре здоровья. Слушайте, а это прекрасно. У нас с вами 17 сейчас. Ну что ж, давайте, наверное... А, у нас еще появились места, да? Давайте зайдем в лог Городищенской. Опасно здесь. Место нечистое. Да и свалиться ночь в лог-то можно так, что ног потом не соберешь. Очень тяжело читается, на самом деле, друзья. Я порой с десятого раза только читаю, это все, ладно. Погнали, зайдем. Вы встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Ох ты, ничего себе шутки. Ударить крестьянина. Посмеяться над шуткой, допустим. Вы смеетесь вместе со спутником и поддерживаете его игру. Через мгновение забава перестает быть смешной. У вашего попутчика нечеловеческая сила. Он толкает вас, и вы летите в пропасть. Вы приходите в себя на дне оврага. Верхушки деревьев неистово шумят. Блин, блин. А что будет, если мы с вами не согласимся на эту игру дурацкую? Продолжить путь. Черт возьми, хочется все посмотреть, честно, друзья, дайте еще раз. Не будем этой штукой злоупотреблять, но чертовски хочется посмотреть, что же будет, если мы... Да, если мы и не согласимся. Идут на утреннюю работу в поле. Ударить крестьянина. Подняв свой взор на попутчика, вы обнаруживаете, что он обернулся черным демоном, как и его товарищ. К бою, конечно же. Так, у нас два, получается, одиннадцать. На пятнадцать он шуганет меня, слушай, вот это да. Время прочтения, количество ходов до полного прочтения заговора. А, пятнадцать, три хода, точнее, три хода он будет пытаться читать вот этот заговор. Но нужно нам что-то с этим делать, давайте смотреть. Так, допустим. Допустим. Уразы. Давайте, наверное, сейчас мы с вами сделаем вот так. Сделаем вот так. Нужно нам обязательно вот этого валить, первого, по-любому. Так, это нам пока не нужно, да? Выберите цель. Так, 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 на два получим, на три у нас защищена, да? Хорошо. Погнали. Какой-то серьезный демон, да? Смотрите, он прям реально на пятнадцать вшарашит. Но он еще раз получит, и получит он на четыре, друзья. На четыре нам нужно что-то на три, чтобы его завалить. Но лучше мы возьмем уразы и завалим его наверняка. А сейчас мы сделаем благословение, увеличивает атаку. Игла нам не нужна. Количество ключей. Блин, прикольно, да? Это у нас ключ получается. Нам бы что-нибудь на себя наложить. Давайте тогда и вот эту сделаем, тоже штуку, да? Да, я думаю, да. Все, отлично, вырубили главного. Остался один чертик. Смотри, как он попрыгал, попрыгал деловой такой, да? У него одиннадцать. Мы, в принципе, можем его вырубить, наверное. Количество ключей. А, получается, ключей нам дали в руку больше. Вот в чем смысл. Хорошо. Уразы нет. Наверное, вот так, да? Он на два ударит. На два не страшно, на два можем втерпеть. Порча. По-хорошему бы, да, наверное, следовало бы порчу наложить на него, да? Больше урона получит. Ну, попробуем, ладно, еще что-нибудь придумать. Плюс мы получим... А, мы две брони получаем. Прекрасно, прекрасно. То, что нужно. Восстанавливать здоровье нам не нужно, поэтому мы жахнем рудой. Со следующего хода мы его спокойно забираем с вами. Он не жилец, при этом не наносит нам никакого урона. Ну что, сделаем красиво? Накидаем на него все, что только можно. Восстанавливаться нам не нужно, да? Ну ладно, давайте не будем тянуть время. Поехали. Смотрим. А войл. Складное. Крепкое. Блин, вот в этом бы еще шарить, что за складное, что за крепкое. Значение эффекта слова увеличится на один за каждое другое слово того же цвета. То есть можно неплохо бафнуть нам броню. Но цвет должен быть белый, не черный. Снимает негативный статус. Полезно. Крепкое. Слово остается в заговоре. Один ход оказывает влияние. А, вот это, слушай, вот это хорошо. Это ключ, который даст броню. На два хода. Автоматически. Давайте возьмем. Полезная штука. Хорошо. Сюда зайдем? Зайдем. Старая мельница. Подожди. Нам же сюда нужно? Нет, нам нужно вот сюда. Чудской лес. Наверное, тут чуть жила. Оттого и название такое. Тут находили всяческие блестяшки чудские. Да и только примета эта плохая. Не христиане их делали-то. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Вы обошли мельницу стороной и вышли на опушку чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Да, снова смотрите. Смотреть обломки, значит, мы что-то сможем получить, видимо, да? Напасть сразу, возможно, не сможем ничего получить. Можно затаиться. Дайте осмотрим обломки. Стая чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в паток умолчания. Вы осматриваете обломки мельницы. Среди досок и бревен вы находите небольшой мешочек с мукой, который забираете с собой. Нет, всего лишь деньги получаем. Это значит, друзья, что мы с вами, да, загрузимся. Возможно, я и буду часто так делать, не знаю. Но если грехи там или что-то сюжетное, нет, не буду. А вот такие вот моменты, которые непонятны в итоге, что... Вы обошли мельницу стороной. Что будет, да, давайте мы сейчас с вами выберем напасть. Вы читаете несколько заговоров, и черти разлетаются во все стороны, словно стая напуганных ворон. Несколько чертей улетают в вашу сторону и останавливаются у быстро очерченного круга. Я думаю, что за бой мы получим куда больше, чем просто 3 рубля. Так, смотрим. Значит, они ударят меня на 4. У меня защита на 3. Я могу кинуть еще 3. Давайте увеличим атаку, наверное, да, сразу. Сделаем потом вот это. На кого? Без разницы, наверное, давайте маленького растрепим сперва. Сделаем вот это. То есть, в итоге, они пробьют меня на минус 1. Я не буду, наверное, сейчас сделать... Да, ничего, я сделаю руду. Почему? Потому что я в любом случае иглой смогу захилиться, да? О, смотри, смотри. Мелкого сейчас не будет, проверяй. Бум. Бум. Готово. И мы с вами сохраняем и здоровье, и даже единичка брони у нас одна останется. Но, конечно же, сходом она уйдет. Так, хорошо. Смотрим. Его мы ударим на 4. 4, 4 и 4, да? Идеально вообще считаю. Идеальный расклад. Давай. Делаем. Раз, два. В итоге на 18 даже мы пробьем. Потому что увеличивается на 1. За цвета. За черный цвет. Прикольно. Офигенно вообще на самом деле. Друзья, кайфовая боевка. Я тащусь просто. На самом деле. Здорово. Давай, пошел, чертик. Отдыхай. Ключ-язык. Жест. Не тратит скорочтение. То есть это получается, можно пробить мимо вот этих трех слотов. Получается так. Увеличить получаемую защиту на 3. Аминь. А, слушай. Крепкая и набожность, да? Это хороший ключик. Это очень хороший ключик, я считаю. Возьмем его. 5 рублей в итоге, друзья. Получаем 50 опыта. Ну что ж. Вот мы с вами подошли к старой мельнице. Давайте отправимся на нее и посмотрим, что там можно сделать. Мельница стоит на границе между мирами. Между селом и лесами. Не зря ведь говорят, что мельник тоже колдун. Да только не такой сильный, как дед Егор. Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерки, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. Отлично, наконец-то нам дают поуправлять. Основные задания все-таки у нас происходят, да, в режиме управления. Давайте соберем траву. Адама у голова, отлично. Ни разу мы с вами еще не попользовались ей. Ну, я выбрал сложность, друзья, признаюсь, выбрал сложность бревноводила, интересно. Ну, так скажем, среднюю, что ли, там 4 уровня сложности. Сложность была рекомендована для первого прохождения. Называлась сложность знатка. Так, не будем пока торопиться, запомним, что здесь можно залезть. 4 уровня сложности, совсем-совсем простой. Там вот этот, который рекомендован разработчикам для первого прохождения, чуть посложнее, и, по-моему, там какой-то адовый ад, когда противники суперсильные и так далее. Сложно, что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы вы замечаете старый топор с ржавым лезвием. Плюс одно здоровье. Прекрасно, прекрасно. Старый топор. Этот топор того и гляди развалится, но разок рубануть ими еще можно. Мы обязательно рубанем. Так, тут травка собирается? Да. Адамова голова. Отлично. Ее тоже мы с вами возьмем. Вроде как все здесь, да, мы осмотрели. Возможно, может быть, где-то здесь что-то осталось, но сюда? Да, сюда Василиса пройти не может. Если мы посмотрим на дверь, что произойдет. Старая, это видно. Некоторые бревна прогнили и стали дополнительными окнами. Вы приближаетесь и пробуете открыть дверь. Она заперта. Замок такой же старый, как мельница. Ловкий удар чем-нибудь тяжелым, и он отвалится. Нет, мы с вами не будем делать ни того, ни другого. Не бить топором. Не тем более использовать разрыв траву, которая наверняка нам пригодится где-то еще. Попробуем взобраться здесь по бревну. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старк, вы карабкаетесь внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненному падению. Еще одна попытка, и вы внутри. Не самое страшное, друзья. Минус три здоровья. Я думаю, что мы с легкостью их восстановим. Колесо какой-то мельник повесил. Хорошо. Что у нас здесь? Жернова. Жернова стоят, хотя лопасти мельницы вращаются. Чертовщина какая-то, да? Сундук. Давайте осмотрим. В этом сундуке хранят различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. Вы осматриваете шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику? Не знаю. А возможно, я сейчас согрешу. Скорее всего, согрешу, потому что ты отдаешь деньги всем, и счетчик грехов не меняется. Но стоит забрать где-то какой-то рубчик серебряный, и сразу... Вы решили забрать себе деньги менее. Да, конечно. Вряд ли они ему нужны. Да нет, конечно, они ему нужны, но черт возьми. Черт возьми. Я хотел просто это проверить. Так и есть, друзья. Грешишь ты сразу и тут же, а замаливать грехи приходится очень долго. Так, а это у нас разлом, да? Смотрите. А что тут еще есть? А, вот что-то есть все-таки, да? Трава. Снова Адамова голова. Хорошо. Это у нас спуск вниз, видимо, да? Да. Давайте осмотрим разлом. В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. Так, осмотреть разлом давайте. Вот они, красавчики. Пожаловали, да? Ох ты! Смотри, какой мужик матерый. Я ожидал увидеть скрюченного деда. Появилась прекрасная дева. И чем ты пожаловала в мою мельницу? Тринадцатый брат. Черт мельник. К бою. Давайте сперва поговорим, наверное. А я не ожидала встретить разговорчивую нечисть. Я ученица Чернобайка. А ты кто? Увидишь ли, дева, я не простой черт. Знают меня под именем Тринадцатый брат. Храню селенье, лес и дикий садик. И мельницы вот этой скромную обитель. Все это я, незримый покровитель. К вашим услугам. Что за имя странное такое? Это имя мне досталось еще на заре мироздания. Я расскажу тебе историю, как я его получил, если хочешь. До рассвета еще есть время. Ну давай, рассказывай. Я как раз нечисть изучаю. Рад встретить чернокнижницу, которая сходу не начинает кидать одолень траву и прочее. Значит, история тебя интересует. Давным-давно у меня было двенадцать братьев. Я был тринадцатым, самым младшим. В то время шла война, и мы с братьями были, скажем, на фронте. Я служил сильному командиру, сильнее всех остальных. С его помощью я и остался последним, тринадцатым братом. Но так уж сложилась судьба, что теперь я здесь. И чем ты пожаловала в мою мельницу? Что на мельнице забыл, чертище? А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Так, интересно. Нам дают возможность, наверное... Давайте заглянем в энциклопедию. Может быть, что-то здесь есть. Ответ какой-то. Мельницы. В прикамье ветряные мельницы встречались реже, чем водяные. Это понятно. Ловить ветер сложнее, чем использовать силу воды. Чаще строились шатровые мельницы с неподвижным струбом и крышей, которую можно было перемещать с помощью специального рычага. Так мельницу подстраивали под направление ветра, чтобы лопасти всегда находились в движении. При этом наиболее эффективный, не сильный, а средний ветер. До революции лопасти ветрянок обтягивали рогожей, а затем оббивали фанерой. Че-то немного нам это помогло, наверное. Здесь что? Как мельница встала? Может быть, здесь какой-то ответ есть? Так, ладно, давайте посмотрим. На мельнице появился бес, но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Рогань мельника, нет креста, заманена жертвой. Че-то у меня нет предположения, если честно, никаких. Давайте выберем нет креста, черт его знает. Может быть, в этом проблема. Неверно. Нет, оттого ты и пробрался. Креста тут нет, это верно. Но оказался я на мельнице не из-за того. Я тут всегда и был. При постройке мне была принесена жертва. И вот я эту мельницу храню. С такой слабой векшицей мне и говорить нечего. Тут тебя я и задавлю. Скорее ты в пекло отправишься. Еще не родился тот колдун, что одолел бы тринадцатого брата. Так, мы тебя одолеем, конечно, в любом случае. Хоть у тебя и пятьдесят здоровья, да? Но мне просто интересно, друзья. Мне просто интересно, где у нас сказано про жертву. Может быть, я что-то не так дочитал? Может быть, мельник нам про это рассказывал, но слишком много всего прошло, да, с того момента и просто из головы вылетело. Честно говоря, даже не знаю, если честно. Ладно, черт с ним, погнали. Смотрим, он ударит на... А, нет, он повесит на себя тринадцать брони. Ах ты ж гад какой, смотри. Много будет тебе. Давайте, наверное, делаем сейчас вот так. Бить нас он не будет, да? Значит, мы будем бить его. По крайней мере, в этот ход не будет, значит, ничего страшного. Давайте, наверное, да, шарахнем хорошенько на двенадцать его. Как ты самонадеянно. Думаешь, сможешь одолеть древнего демона? С книгой у меня все получится. Не может быть. Так, хорошо. Хорошо. Сейчас посмотрим, что можем еще сделать. Ну, по идее... А, он будет бить на пять, да? Два хода подряд будет бить на пять. Нет, или это... А, пять умноженное на два. Ух ты, неплохо он сейчас вшарашит, да? Я чувствую. Ммм, блин. Давайте вот так. Вот так и... Да, и восстановим одно здоровье. Даже восстановим три. Отлично, до максимума. Попробуем защититься сейчас хорошенько. И посмотрим, насколько он в итоге ударит. Да, он бьет реально на десять. Так, порча. Порчу можно. Это ключ. Это ключ. Хорошо, мы его используем. Давайте вот так вот сделаем. Потом наложим порчу и наложим вот этот ключ. Неплохо пробивает, гад. Давайте захилимся, наверное. Хорошо. Так, теперь, теперь. Ммм, вот это сейчас тоже положим, я думаю. Давайте, значит, как сделаем. Наверное, вот так. Потом вот так. Потом вот так. Пробивать он будет сильно все время. Но мы с вами защищаемся. Более-менее защищаемся пока. Так, мы можем, наверное, да? Семнадцать сделаем. Адамова голова. Иглы у нас нет. Так, хорошо. Давайте тогда делаем вот так. Делаем. А, он сейчас, смотрите, он сейчас будет накладывать броню. Тогда нет, тогда вот это убираем. Обновим, наверное, на нем порчу, я думаю, да? И давайте вот такую штуку себе повесим. Эта книга — тот самый легендарный артефакт. Я не сдавался раньше. Не сдамся и сейчас. Сдашься, друг, сдашься. Ты уже, ты уже похудел изрядно. Так, посмотрим, что у нас появилось. Можем, конечно, знатно его пробить, плюс еще порча. А, ну как пробить? Пробить мы его не сможем. У него броня, да? Нам нужно в обход брони попытаться. Он будет бить 10 сейчас, да? Нам нужно защищаться, здорово. Так, ну давайте, наверное, что сделаем? Да, слушай, а ударит он классно сейчас. Не, ну мы можем, в принципе, нормально защититься, да? Да, мы сейчас защитимся. Вот так вот сделаем. Полностью защитимся от всего урона, который от него прилетит. А, даже сверх меры. Ну ничего страшного, неважно. Карты здесь бесконечные. Мы ничего с вами не теряем. Здоровье у нас полное. Значит, мы с вами сейчас... А, ну собственно все, да? Все. Мы раскатали этого парня. Давайте красиво сделаем сейчас, как шарашим ему. Вот так вот, на все хп. Бум. Отлично. Выберите новое слово. Лютая. Увеличивает свою атаку на 2 за каждое применение на всех словах с этим же названием. А-а-а. Неплохо, крепче камня. Всем противникам. Снимать негативный статус. Грыжа. Давайте вот это возьмем. Ключик. Ключик всегда хорошо. Ключик у нас один. А слов два, да? Таких свитков. Вы получили новый уровень. Ваша колдовская сила выросла. Вы находитесь на экране умений. Здесь можно открывать новые колдовские способности. С помощью меню вы можете зайти сюда в любой момент. Хорошо. С каждым уровнем вы увеличиваете здоровье и получаете очки умений, которые необходимы для открытия новых способностей. По мере повышения уровня в вашу стаю будет слетаться все больше бесов. Некоторые способности открываются автоматически при достижении необходимого уровня. Так, уровень пять. У нас какой? У нас, наверное, уровень два, да? Всего лишь. Уровень три. Уровень три. Колдовской умений, позволяющая заменить одну карту на козырную. Дурак один. Чернобайство. Знаткость. Увеличивает количество надеваемых предметов на один. Полезно. Цена в магазине ниже. Увеличивает количество используемых предметов. Вход на один. Блин, прикольно. А ну-ка здесь что? Получите дополнительное слово с приказом. Каждый ход в вашу руку. Вот это полезно. Полезно. Иногда у нас бывает не хватает нужных приказов. Да, здесь у нас что? Черти приносят на пять рублей больше. Можно послать одного черта на бессмысленную работу. Здесь что? Видны специальности чертей и типы. Давайте, наверное, возьмем вот это. Мне кажется, это будет полезно. Да. Сколько у нас тех очков? Очки умений. Одно было, мы его истратили. Что у нас в вещах? Давайте посмотрим. Топорик. Топорик мы уже читали. Топорик мы видели. По идее, вот эти еще слоты можно будет открывать, да? Хорошо. Хорошо. 20 рублей. Ей новый уровень 666 опыта, друзья. Кайф. Слушайте, разработчики красавцы. 13-й брат исчезает во всполохе черного пламени. Кажется, что сам воздух стал теперь другим и дышать стало легче. Через несколько ночей черти вернутся и продолжат работу. На то мельником был сделан зарок. А вот когда они начнут беспокоиться вновь, неизвестно. Но это уж мельника заботы. Как в бане подменяют. Глава 1. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Молодец, Вася. Не сумлевался я, что этот бес тебе по силам. Ну, а пока ты и с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатьми-то делать. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй как быть? Не осину же трогать. Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. А где? Пока не знаю. Надо мне внедриться. Пока обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай нечисть. Может, случай подвернется. Ясно. Тогда пора за работу. Бесы вернулись. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать? Ну, а что ты хотела? Знала, на что идешь. У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой. Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. А если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в Пистере. Но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. В Пистере вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь. Да уж, это точно. Так, друзья, давайте с вами сохранимся сейчас. Новое сохранение. Из Бадди до Егора. Хорошо. И давайте заглянем в энциклопедию. У нас есть что почитать. С чертями и Дедом Егором мы с вами уже в следующей серии давайте разберемся. А пока заглянем в энциклопедию. У нас там есть кое-что. Пистерь с чертями. Появилась у нас новая закладка. Но меня пока интересует, что у нас здесь. Бесы на мельнице. Не очень давно еще жил в одной деревне богатый человек. Имел он водяную мельницу. Но вот пришло время ему помирать. Он и говорит работнику. Закладывай тройку лошадей и вези меня на мельницу. Я буду сегодня ночью умирать. Работник увез хозяина. А когда поехал домой, то подумал. Почему же хозяин знает, что он сегодня умрет? Остановил лошадей и пошел обратно на мельницу. Приходит и тихонько смотрит в окно. И что же, сидит его хозяин и горько плачет. Открывается подпольная западня и выходят оттуда дьяволы. Содрали с него кожу, а мясо съели. Потом один дьявол влез его кожу и остался там. Жуть какая. Вообще жуткая жуть. Прочитаем энциклопедии. Помощники колдуна. После посвящения колдун получает не только знания и колдовскую силу, но и помощников. Это биси. Они же черти. Именно поэтому в чердоне колдунов называют бесистый или чертистый. Непосвященному человеку биси являются в разных обликах. Цветастыми стеклышками, жуками или другими насекомыми. Маленькими человечками. Последних в народе описывают так. В лесу колдуну могут помогать волки-оборотни и обращенные в медведей гости свадьбы. Волки-оборотни отличаются от обычных красными глазами. Чертям-помощникам колдуна постоянно нужна работа. Они должны портить людей или скотину. Когда работы нет, колдун отправляет своих подручных, чтобы не мучили. Вить веревки из песка, считать листья на деревьях, вычерпывать ложкой море и совершать прочие бессмысленные и время затратные действия. Вот зачем нам нужен был тот навык, оказывается. Ну что ж, количество грехов у нас два. Будем как-то отмаливать пытаться. Но это уже будет все, друзья, в следующей серии. Хорошо посидели, как говорится, да? Душевно, здорово. Игра потрясающая, если честно. Я под впечатлением и обязательно буду проходить дальше. Серии, возможно, будут длинные. Может быть, первая такая у нас получилась, потому что как-то... Ну, не мог я остановиться, друзья, не мог. Играл, играл и играл. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.